Плейбой, актёр и музыкант Алексей Воробьёв отправился покорять Голливуд, но оказался между жизнью и смертью. Что же с ним случилось на самом деле, он впервые расскажет сам и только зрителям центрального телевидения. Это центральное телевидение, а это, как его называют, плейбой, музыкант и актёр Алексей Воробьёв, у которого, как выясняется, немало поклонников. Все они с середины января ждут правды о том, что же на самом деле случилось с их кумиром, который внезапно исчез. Два месяца назад появилась информация о том, что Алексей Воробьёв в Лос-Анджелесе попал в страшную автокатастрофу, он парализован и находится на грани жизни и смерти. Спустя ещё какое-то время все обсуждали другую версию. Всё это выдумки продюсера звезды. Никакой аварии не было. Но самое интересное до последнего правду скрывали и от родителей молодого артиста, которые только на этой неделе смогли вылететь к нему в Америку. И вот время пришло. Прямо сейчас вы первыми узнаете, что же это было. Рекламная кампания или борьба за жизнь. От самого Алексея Воробьёва. Россия середина нулевых. На этом любительском видео хроники счастливого детства. Открытие смены в лагере Орлёнок. Это его первое, но уже не скромное появление в кадре. Алексей Воробьёв повязывает галстук Людмиле Путиной. Это значит, что в вас верят и любят орлята. Несколько лет спустя в эфире федерального канала юный блондин споёт на телевизионном конкурсе. Я люблю тебя до слёз. А уже в мае 2011-го Алексей Воробьёв финалист Евровидения. Его преисполненные чувств и искренней любви к родине слова облетят полмира. Ещё никогда в истории восходящая звезда не приближалась так быстро к зениту славы. Он пел. Танцевал. Снимался в кино. Я всё сделаю сама. Золотые слова. Слухи о его многочисленных романах, вот он с Оксаной Акиньшиной, а вот уже с Татьяной Навкой, разбивали сердца домохозяек и украшали светскую хронику глянцевых журналов. Если в телевизоре были настроены на приём хотя бы девять каналов, то в любой момент времени хотя бы на одном из них обязательно показывали Алексея Воробьёва. Лето 2011-го наша звезда едет покорять Голливуд. Поговаривали, что Роберт Родригес ангажирует его для продолжения «Города грехов». В видеотеке Голливуда нам удалось найти эти уникальные кинопробы. Звук стёрли специально сценарий фильма до самой премьеры под грифом «Секретный». Алексей должен был играть одну из больших ролей в нашем фильме. Но, к сожалению, в связи с его медицинским состоянием, пришлось заменить его голливудской звездой. Также ходили слухи, что сам легендарный Ред Уайн, продюсер «Леди Гаги» и Дженнифер Лопес вот-вот подпишет с Алексеем многомиллионный контракт. Всё было готово. Был составлен график, студия была забронирована, песни написаны. И тут случилась эта ужасная авария. Это ужасный акцент. Он и до этого, казалось, ходил по краю пропасти сам, без дублёра, выполнял головокружительные трюки. Но, услышав сообщение про ДТП и кровоизлияние в мозг, многие заподозрили в этом банальный пиар. Драматический инсульт – это вообще не та тема, на которой нормальные люди станут строить пиар. Хотя я вполне подозреваю, что у каких-то гламурных персонажей шоу-бизнеса вызвало искреннее недоумение. «Наверное, это хитроумный пиар. А в какой хитрый лёшь Воробьёв?» Всё это время Воробьёв скрывался от журналистов в клинике Калифорнийского университета под вымышленным именем. Но местным папарацци удалось снять эти уникальные кадры в больничной палате. Я помню, как доктор зажёл ко мне и сказал, «Тебе повезло, парень». Я так поднёлся с кровати, сел, лицо перекошено, отвечать ничего не могу. Больше того, когда он мне сказал «You're lucky guy», я вдруг понял, что я не помню ни слова на английском. Я «yes», отвечаю ему и понимаю, что как, где слова, где, 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 где. И я не мог их найти вообще в своей голове. Теперь вместо съёмочного графика Воробьёв составляет перечень потерь. У руки практически нет чувствительности. Левый глаз, например, меня видит гораздо хуже. Когда я слушаю музыку, у меня в левом ухе начинает звенеть. Внешне Алексей почти тот же самый обаятельный блондин, каким его помнит поклонница. А вот только теперь он больше не может петь. Самое ужасное впечатление за всю мою жизнь, когда я в первый раз попробовал спеть что-то. То, что я начал издавать, мне напомнило самое худшее караоке, которое я слышал в жизни. Потому что я не мог попасть ни в одну муту. Самые первые вложения в его карьеру сделали родители. Ради мечты сына о музыке они обменяли на концертный аккордеон единственное богатство многодетной семьи. Ну я отдал иномарку. 10 тысяч долларов. Спустя годы взамен он подарит им трёхкомнатную квартиру в центре Питера. Это святая земля из Иерусалима даже. Это из Киева-Печорской лавры. Иконки, освещенная вода и горсть чудотворной земли от поклонников. Всё это она бережно уложит в чемодан. Надо шутку, я убежу от того, чтобы... Через 12 часов он примчится в аэропорт, несмотря на запреты врачей садиться за руль. В свои 25 Воробьёв успел сыграть много ролей. Супермен, плейбой, герой-любовник. И это первая за последние месяцы встреча с матерью, как первая репетиция уже забытой им роли обычного человека.